Заблокирует видос на ютубе После этого Сейчас мы утро Субботы И сегодня у нас день Свобольный клуб на Добрыге Потому что у нас сегодня дальний выезд в Твард Муром Он один из самых важнейших матчей Этого сезона, наверное Но, так как у нас Очень Занятой клуб Мы решили показать Не только этот Как бы сам матч И все, что предшествует матчу И что Вообще происходит в клубе Даже в день игры Сейчас мы едем в Суздаль И там у нас тренируются наши сборные команды Многие Команды области Команды выходного дня Они собираются на игры Кто-то тренируется, кто-то так просто подъезжает И вот они просто играют И вот у них таких обязанностей Там нету Детей тренировать, куда-то везти То есть был даже случай Когда мы играли Товарники там перед сезоном Да, то есть По-моему Камешками ты с кем играли Не забыл уже Вот В общем сыграли игру И Ваня пошел тренировать детей Прям на этом же поле сразу Ну да, сразу Да Так и было С камешками, по-моему Это и было Да Ваня пошел тренировать детей И в общем-то Без отрыва в производство Я не знаю Как он это все делал Выдерживает Ну Героизм Он мыванин Немножко менее Героизм Он мой И работает Я думаю это любовь просто Ну Понимаешь Как бы героизм из любви рождается То есть Мы же знаем Зачем мы это делаем То есть Мы знаем, что за нами Большая армия людей Там Родителей Детей На любви болельщиков Я так думаю далеко не уедешь Все равно у тебя есть Какая-то система Да Какое-то понимание Стратегии Вот этого всего Построения футбольного клуба Да Потому что Скажем так Постоянно говорят Люди там Да вот Чтобы там был результат Нужны деньги Вот Только ли деньги Нужно работу Переучивать Деньги Это важный момент Но деньги Они должны Взяться Из готовой системы Они не должны Взяться Тупо из моего кармана Например И Превратиться там В медали чемпионата Области Как бы Ну это надо быть На мой взгляд Не очень-то Далеким человеком Чтобы Просто взять И обменять Свои деньги На Медали чемпионата Я не говорю Про заводы Заводы Например Ютекс Это градообразующие предприятия Грубо говоря Ну не самый Это большой завод На территории Города Да И соответственно Ну у них Идет Ютекс Как социальная нагрузка Это как бы Ну социал Типа социалка Это правильно Потому что город маленький И соответственно Социалка идет А когда идет Один человек И такой Я хочу Выиграть все Деньги Вот И Ну это выглядит Как минимум Максимально странно Вот То есть Представляете Это то же самое Что и Вот Мы бы взяли Команду там Нашу Вот Вот На каждый бы матч Там Собинского района Возили бы Калаша там за деньги Калаш Ты здесь будешь 25 забивать Вот Лучший будешь Ну как бы Идить же Правильно Добрыня Что-то зарабатывает По деньгам Или На самоокупаемость Или Какое финансовое состояние У него Ты у меня уже спрашиваешь Три года Ну потому что Ситуация меняется Там коронавирус Ограничения просто Понятно Да нет Мы полностью самоокупаем И мы зарабатываем Можно ли ожидать Какого-то роста Да Потому что мне тоже люди пишут Там вконтакте Какие-то вещи И комментарии Что Вот А когда Добрыня пойдет В ПФЛ там Или когда Добрыня пойдет На Золотое кольцо То есть У людей есть какое-то Ожидание того Что команда будет Расти в межрегион Вообще куда-то там В какие-то Именно спортивные Там Я не знаю Лиги большие Профессиональные Есть ли вообще У желания Как-то у команды Такое Или там Руководство Слушай тут Есть один Хороший человек Зовут его Вадим Владимирович Крупенин Кто это? И он сказал Как-то Вчера Он мне наверное Записал Суть От того что Мы делаем Как мы работаем Фразу просто Сказал что Каждый год Мы должны быть Лучше чем в будущем году Вот мы этим и занимаемся То есть Мы заранее Не загадываем Ничего Не строим Долговедущих планов Да Потому что мы живем В такой стране В которой Строить долговедущие планы Куда-то вообще нельзя Потому что Ну Это допустим К примеру я рассказываю Мы сейчас играем На чемпионате области Где все достаточно Ну Спокойно В плане Допустим там организации Ты хочешь организовать матч Да Ты идешь там снимаешь Стадион Там привозишь медика И как бы начинаешь Да А может быть такое Что Нас заставят Обеспечивать безопасность У нас есть дикую Например То есть такую Как вот на матчах Файл Что у тебя должны быть Металлоискатели Что Там Чоп Да В районе там 20 человек Короче на матч на которой Там пришло 50 человек И если это будет То Ну Закончится Если Богу Это невозможно Ну Нереально Просто Просим это делать Скажем Ну Извините Это не Битбол И пока у нас в России Такая система безопасности Это Мешает многим Вообще Аспекты Ну Жизни Мне кажется То есть в том числе Даже Я человек Который Много летают самолетов Когда Приходишь Куда угодно В Европе Не в Европе Не в Европе В аэропорт Или В вокзал Вокзал В Европе Это вообще Отдельно Сковор Там просто проходишь Там нет ни кордонов Ничего И там соответственно Есть место Притяжение людей И там можно делать бизнес Строить бизнес И все остальное Как в России Выглядит вокзал Ты приходишь Тебя начинают Проверять Раз Проверять Два Проверять Три Выходишь Садишься Тебя тоже проверяют Как здесь можно Чего-то строить Что-то делать Так и на стадионах Просто маленький сад Ну это лучшее место для футбола Мне кажется Во вселенной Вот Видите Как бы новая схема Ну как бы новая схема тренировок Ваня Тут После курса Он мне объяснял Я не могу точно объяснить Потому что все-таки Это как бы не совсем моя работа Да Но в общем суть в том Что Есть линейный подход К тренировкам Есть нелинейный подход И Вот Когда он учился Он объяснял Как там Он учился И это вот Линейный подход То что А есть нелинейный подход И по нему Тренируются Ну там Барселона Там Да И так далее И там Есть голландская система И есть система испанская И он Покупал курс у чувака Который объединил Две типы системы в одну И он После него Просто Хвалебными отзывами Рассказывал Сколько Это крутой курс И как мы сейчас будем его Вмедлять в систему тренировок Вот он Объяснить Конкретно Что они делают Я не могу Но в общем Тут тренировка без меща С захватом территории То есть именно Перемещение Перемещение тренироваться Вот То есть Это Какой-то курс Российский Российский Российского тренера Который Адаптировал Курсы Из Голландии И Испании Под наших реалий Как бы так скажешь Вот Да Но Ваня был просто в восторге Говорил Что Я за две недели что учился На С категорию Да Там Типа вообще Близко этого не получил Как я получил от двух дней Короче этого курса Чувака В районе что-то 10 тысяч он стоил Но Ваня часто покупает Ваня молодец Ваня постоянно научится Развивается И вот Как я учился Только я учился на каких-то ошибках Короче А Ваня вот Покупать курсы Я Я допустим купил курс Этого Маркетинга Вот И он должен был быть в Киеве А я покупал его зимой Он должен был быть в Киеве В июне И У нас как раз в июне закрывают Единственная возможность Приехать в Киев Это было через Беларусь И Беларусь такая Типа нет Закроем все границы Ваня ты оценки ставишь Ребята У тебя есть Нет Никаких дневников Футбол Как можно его По какой-то шкале Я не знаю Нет Вот эти наклейки Оценки Это все не то Они тогда будут приходить Ради оценок Наклеек Это все несерьезно Я считаю Ну так на моем мнении Они должны приходить Разум с футбол играть А не сделать что-то Чтобы получить оценку Чтобы ребенка подталкивать Сделай что-то Чтобы ты получил Какое-то там поощрение Нет Они должны Кайфовать от этого Удовольствие Нет Нет конечно Смысл Зачем эти оценки ставить Еще что-то Я примерно знаю их уровень Я смотрю кто как прибавляет На карандаше Мальчишки Поэтому Без всяких Оценок Наклеек Они приходят ради того Чтобы в футбол играть Кайфовать и учиться А что он говорит на тренировках Расскажи Я буду поедать Для этого Ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха По поводу Пристоящего соперника Авангарда У них тоже подобные проблемы Они скитаются По Мурому По Меллинку Меленком, и тоже там какие-то проблемы с безопасностью, ну, насколько я слышал. Ты должен идти на футбол, на события, и получать от этого удовольствие. Ты не должен получать от этого, вот этого негатив, который у тебя будет, от работы с теми же самыми высшими сотрудниками правоохранительных органов, бывшими. А сейчас они не сотрудники, но ведут себя точно так же. Когда они сидят, закинув ногу на ногу, и кричат, что это такое, что это такое, что это такое. Я думал, это такое тут, да? Хорошо, давай немножко сменим темы, мысли. Какой состав едет на груб, есть ли какие-то потери, проблемы? Баллазь, балласт. По жизни. Потом это прям со звуком выложил. Базар у нас. Люди привет. Так, ну, в принципе, до сегодняшнего утра у нас все было плюс-минус по-боевому. Ну, из того, что у нас, так скажем, сейчас есть. Вот, насчет Димы Чванькова, я, кстати, не помню, едет он или не едет, потому что в прошлом игре он травм получил. Как-то в моменте, когда они не назначили пеналь. Я вчера писал, что, по-моему, из-за работы вымпил попускай. Димченков? Да. Ну, выпил, это выбил, как бы. Сейчас мы все-таки про авангард разговариваем, да? Да. Вот. У Андрея Рябова проблемы с коленом. Он достаточно далекий уже, ну, очень долгоиграющий уже эти проблемы с коленом. Как-то, наверное, месяца, там, два. Мы, вроде как, отправляли его лечиться МРТ, а не МРТ, к врачу он ходил, ему, вроде, говорят, мениск, а вроде не мениск, вроде кресты, а вроде не кресты. То есть, ну, что-то, ничего, как бы непонятно, и сегодня его тоже не будет. Что еще? А, еще, да, кто у нас? Ну, у нас там пара вылетела. Калаш едет? Калаш едет, да. Было опасение, да, что поедем, как в Воршу без нападающих, и Пепка Вардиола будет решать задачу, как играть без нападающих. Нет, ну, Калаш едет, Стрига, вроде, плюс-минус, наигрался, там, на позиции, то есть, вроде, как, вроде, типа, чего-то понимает, то, что нужно делать. А там уже дальше по схеме будем смотреть, что, как, будем менять систему, ну, как, вот, ну, ребят своих верим, я думаю, что все должно быть нормально. Ну, в общем, плюс-минус боевой состав, будем бороться, вроде таких, прям, откровенно, откровенно диких проблем, как у нас в Вяткино было, допустим, вроде сейчас, как бы нет. Большая, достаточно рекламная кампания прошла у Мурома. По поводу нашего матча, как тебе антураж, есть ли какое-то приятное впечатление от этого, да, потому что, ну, в реле, когда соперник, да, что-то как-то так сильно анонсирует. Ну, вообще, в принципе, хочу сказать большое мое личное уважение к Авангарду. Я смотрел за их группой еще до того момента, когда они вернулись, да, в лигу и так далее. У них, потому что, видимо, очень неплохой там писатель, так скажем, автор, и он достаточно интересные вещи делает. Ну, у них, как бы, контент немножко, ну, отличается от нашего, потому что, ну, мы не всегда можем то же самое пускать к нам в группу, да. А, аудитория другая. Надо понимать, что, да, у нас аудитория другая, у нас очень много детей, очень много родителей, и шуточки, там, посерьезнее, так скажем, уже остаются где-то внутри наших диалогов, там, и так далее. Вот, ну, а у них все-таки, ну, это дело попроще, то есть, у них только, как бы, команда, которая, кстати, ну, мне очень привлечает вообще их поведение, их управление, потому что очень культурные люди. Допустим, вот, сначала они с нами списались, Ваня с их капитаном списался, потому что они раньше вместе в Вязеньках игрались, не ошибаюсь. Вот, и, то есть, и мы уже сами решали, где и во сколько будем играть, то есть, они нам предложили два варианта, говорят, либо Муромо в 16.00, либо Меленький в 14.00, ну, потому что ты сам рассказал про их проблемы с безопасностью на Вервенском стадионе, да, вот, и, ну, мы подумали, как бы, в принципе, особо даже долго не думали, потому что вот сейчас мы с тобой едем на тренировки сборных, которые у нас будут сегодня до 12.00, ну, и, соответственно, представьте, что мы в Суздале находимся в 12, заканчиваем, и сложно было бы нам приехать в два уже в Муромо, которые находятся в трех часах, получается, вот, и, да, и, то есть, мы с ним согласовали, потом их, ну, как это называется, там, директор, не директор, я директор, да, я директор футбольного клуба все-таки, а тут, как бы, ребята, ну, как, как вот их человек, который ответственный за организацию команды, не перезвонил, скажет, что Тени 성uba, добрый день, это, вот, из авангарда вам звонят, я не помню имя, я не этот, и ... и говорят, так и так вот, мы и будем играть в Муроме в 16.00, ничего страшного, если вот так вот, вот так вот, и говорю, нет, нет, конечно, ребята, все согласовали, все хорошо, команда, которая оставляет после себя просто положить осадок, это очень приятно, как можно больше таких команд будет максимально круто, то есть, ну, мы очень рады, что, ну, они есть у нас в зоне, с ними интересно, с ними круто, и я думаю, что сегодня будет очень крутой матч. Да, я от себя еще, наверное, добавлю, хотя, наверное, меня не очень интересно слушать. Тоже пишут, да, ждем, приезжайте, с удовольствием, я вот как человек, который делает контент, мне очень важно получать какую-то обратную связь, пусть даже где-то негативную, где-то конструктивную критику, где-то положительные отзывы, вот, и очень приятно, когда люди что-то пишут, в том плане, что ты понимаешь, что ты там нужен, ты там не нужен, ты там имеешь какое-то действие, это очень важно. Да, когда есть профессиональный подход к организации команды, клуба, как вот у них, да, то есть, у них именно в организации команды, взрослые, да, они круто делают, на самом деле, для местного уровня они делают, ну, реально круто, то есть, за ними реально интересно смотреть, и был бы я жителем Мурома, ну, я бы не сказал, что я бы не ходил на футбольный клуб Муром, да, Ну, ты притопил, да, но я бы притопил бы за авангард, да, там, ну, это вот, знаешь, это прям такое классическое представление команды из района, да, когда вот, ну, там, английской, Ну, да, за которой хочется вот прям вот, таки за район, знаешь, вот это вот, как там, чертованного там, да, и все остальное, там, ну, прям реально круто, за ними, у них болельщики приезжают, ну, круто, на самом деле, я, я ребятам выражаю большой респект, и я думаю, что у нас с ними впереди, ну, я не знаю, как получится, в каких мы лигах будем играть на следующий год, там, да, но с ними круто играть, и я думаю, что будет все максимально круто, точно. Это был в Вернусске? Где? В Вернусске, ну, вообще не было. Не было ни разу, да. Хорошо. Я в Муроме даже как-то работал, но там вот я доезжал до Гастелло стадиона, который у них заброшенный до сих пор состоит, ну, где вокзал находится, там, внизу, по-моему, я не очень в Муроме, все-таки знаю, ну, там, это, как-то, бывший локомотив, он, по-моему, называется, стадион, и вот он заброшенный, его, по-моему, года 4 или 5 назад кто-то там выкупил за 4 миллиона рублей, кто бы мне подал, Владимир, который с ним за 4 миллиона рублей, я бы сразу все его взял, честно. Бери в Муроме. Ну, блин, а его уже не продадутся. Ну, нет, это понятно. Вот, и как бы, ну, он все равно стоит в таком состоянии, в котором он стоял, и Вернусск, а Вернусске ведь там ремонтировали, я не знаю, сейчас в каком виде, я не был ни разумен. Ну, я был в 19-м, по-моему, году, в самом последнем матче сезона, и трибунки там, да, уютно, достаточно, такая, природная, скажем так, природная, там, овражек небольшой, на пригорках люди стоят, смотрят, очень удобно, где, как расположиться. Вот, в общем, от авангарда только пока положительные моменты. И по самому Вернусскому я вот действительно приехал по Дарану, погулял, там достаточно много достопримечательностей, да, там по одной улице, по центральной идешь, там какие-то памятники там достаточно интересные, там мост тоже красивый через реку. Как ты думаешь, ну, стоит ли, не стоит ли, это глупый вопрос, да, но, наверное, нужно совмещать, да, с какой-то культурной там поездкой, программой. Не, я всегда считаю, что, да, когда ты едешь на футбол, ну, то есть сейчас мы, конечно, когда выезжаем, у нас для нас какая-то часть работы все равно, да, потому что нам сложно идти и что-то смотреть. Вот, но ты же знаешь прекрасно, как мы приезжаем и ищем из-за шаурма, правильно, то есть, ну, и пока... Где топовая шаурма, скажи? Вот там, где мы играли? Ну, примерно, да. Ну, давай так вот, да, именно матч и шаурма, да? Да, 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 давай. Мне понравилось в Киржаче, когда мы играли два года назад. С Киржачом, это ФК Киржач? Да, в финальный матч, в финальную серию играли, и там стадион у них, на котором, по-моему, Киржач ТВ играет сразу же, да, и топ, называется, в Красном Октябре находится, по-моему, да. Инструментальщик Киржач ТВ играет, а этот, он Торпеда играет. А, ну, короче, ладно, в общем, и там, и рядом, сейчас, кстати, уже не работает, я проезжал еще раз, ходил за шаурму, не работает. Да, и там почему-то под видом шаурмы, нет, не так, там было в названии буррито написано, но это было что-то, как шаурма с пюрешкой внутри котлетки. Это было, типа зашло, да? Да, да, я вообще считаю, что тему шаурмы, как бы, далеко не открыто до конца, не раскрыто до конца. Ребята из Киржача, а вы бизнес-идею уловили, да? Нет, ну, это круто, да, потому что, ну, везде шаурма одинаковая, а у Киржача, она, ну, не такая, да. Притом, там еще в пюрешке, по-моему, брокколи было, что-то вот прям, я просто как любитель брокколи, там, шпинатов, я прям, я тебя дико зажму. Санитики. 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 Санитики.